здравствуйте уважаемые телезрители и радиослушатели в эфире программы гпу нашу программу вы можете смотреть на телеканале тебе ком а радиоверсию слушать в эфире радио комсомольская правда ланды на волне 94 fm в студии ведущий евгений буянин и я юрий батуев а у нас гостях алдар гальчевич бадмаев экономиста руководитель компании макон здрасте алдар гальчевичем вы уже у нас не первый раз вот мы вас пригласили в гости но в тот раз мы по другому поводу а сейчас он как раз по тому поводу которые несколько месяцев наверное да витала в воздухе информация о том что будет сначала была информация о том чтобы конкурс потом объявили конкурс и было сто с лишним кандидатов на несколько министерских должностей и одним из этих кандидатов были вы вы были на кандидатом на должность министр экономики довольно-таки оптимистично вы начали я понял в один из первых зарегистрировались вот в этой комиссии и вот мы знаем все что произошло ваш взгляд вашими глазами как вот вы смотрите на это ну во первых я хочу сказать что сама по себе идея проведения открытого конкурса это безусловно хорошо то есть у нас до этого времени все происходило так кулуарная в общем-то в закрытом режиме тут получается как бы людям дали возможность что называется себя показать проявить у людей забрежала такая в общем-то идея социального лифта такого и поэтому очень много было кандидатов я очень-то неудивительно что первым подал документы на пост министра экономики потому что у меня самый сложный вопрос был давно решен это программа моя значит развитие экономики республики потому что свое время буквально несколько месяцев назад мы эту программу уже сделали по просьбе штаба алексея цыдинова в общем-то ну и собственно говоря я конечно понимал все подводные камни подобного конкурса там что все не так просто на самом деле хотя потому что из всех позиций министерства ведомств республики только пять министерств собственно говоря в общем-то пошли на открытый конкурс значит но тем не менее в общем-то вполне откровенно осознавая в общем-то и реакцию общества в том числе ну и возможные какие-то вот эти все проблемы я подал документы и 100 и старался всячески открыто в общем-то показывать ну и в общем-то все свои шаги делать максимально открытым режиме к чему в общем-то это все привело ну потому что все технические в принципе процедура я прошел свободно в том числе и московское тестирование значит нос подкнулся на собеседование с комиссии в составе я считаю что угодно было предвзятость почему потому что составе комиссии очень много я считаю было экс-чиновников которые в принципе на мой взгляд несут полную ответственность за весь этот бардак в общем-то это состояние нашей экономики которую мы увидим своими глазами значит ну и ряд других в общем-то экономистов был очень мало было представителей сообщества республики независимых экспертов и представителей бизнеса на самом деле я читаю это недоработка следующих конкурсах нам надо ее учесть ну а так в целом я считаю что определенные сильные кандидатуры прошли тем не менее и составе правительства есть интересные люди которых чем-то я в любом случае буду поддерживать ну в дальнейшем как говорится дай бог удачи всем ну давайте на напомним телезрителям радиуслушали кто в итоге прошел сито и кто стала победителем этих этого конкурса культуру министром значит назначена сайлма дагаева издательский дом информполис 68 года рождения возглавляет информполис много лет уже создавала его вячеслав дандитсурунов у нас министр спорта стал новым человек из москвы как я понимаю преподават преподает в москве сам спортсмен кандидат педагогических наук по тайским боксом рукопашным боем занимается молодой лет 40 лет да то есть молодой минздрав возглавил дамбинема самбуев руководитель территориального фонда обязательного медицинского страхования по бурятии 53 года ему минэкономики вот ваш главный конкурент стала молодой человек бордалеев возглавляет возглавлял филиал росбанка по бурятии ну и мин туризма мария бадмацаринова чиновник мэрии соответствующие структуры комитет по туризму там экономики вы как-то вот кого из них алдар гальчище знаете лично какие-то положительные стороны может отрицательность может пересекались где-то на этом конкурсе из перечисленных людей я безусловно конечно знаю лично своему дагаеву потом значит мария бадмацаринова то есть в целом я считаю что это безусловно сильной кандидатуры и люди которые имеют хороший и организационный опыт и они знают экономику республики экономику культуру там туризм там и так далее ну то есть ту сферу деятельности в которую они в общем то есть сейчас будут себя проявлять что касается скажем нового министра экономики и я с ним познакомился во время конкурса собственно говоря ничего особо такого в общем то о нем я не слышу значит но в то же время у него безусловно есть определенная школа жизни и безусловно человек который поработал за пределами республики в общем то он безусловно конечно уже значит человек не просто так этот человек который безусловно чего-то стоит что же касается в общем-то моих ожиданий я лично считал что конечно данной конкурсе в данном конкурсе победит москвич виноградов значит но он не не прошел на позицию министра тем не менее за ним сразу же была зарезервирована позиция первого заместителя то есть не по одному из министерств в общем-то нигде такого не было значит а тут сразу по вас конкурс еще не успел закончится тут же уже первый заместитель значит ну ничего не могу здесь сказать лично я считаю что все-таки среди тех кандидатов которые были я даже не себе говорю были ребята и посильнее мне кажется тех людей которые в конечном счете прошли за счет финальную стадию хорошо вот алдар гальчич ряд общественных деятелей медийных персон поставил под сомнение все-таки честность чистоту этого конкурса многие называют даже может сказать что и я считаю что это была действительно профанация заранее были известны фавориты для галочки даже жестко некоторые говорят что отчитаться перед москвой цель бы этого конкурса была потому что путин поручил провести все-таки конкурса читаться перед москвой показать некую демократичность а на самом-то деле просто украли чужие идеи и вот новые люди будут в том числе и ваши идеи реализовывать не заплатив грубо говоря вам не копейки за вашу ей потому что в современном век рыночной экономики капитализма все-таки мы знаем и понимаем что любая идея стоит денег но здесь с некоторыми вещами можно согласиться в том что безусловно были вполне очевидны какие-то такие скажем так фигуры которые явно двигались что называется подспудными механизмами но в то же время все-таки фактор неожиданности некий сработал в частности то что на позицию министра экономики был назначен все-таки бордолеев один виноградов в общем то как это для вас неожиданность было для меня много рада вы считаете кем-то лоббировал но не совсем как бы неожиданность все-таки в последний момент все-таки со стороны всей общественности было такое напряжение что вот идет очередной варяг значит преемник чепика условно говоря который опять-таки совершенно не имеет никакого отношения к нашей республике и было совершенно очевидно что ну как бы это очень-то говорить о том что он знает экономику республики но это по меньшей мере было забавно скажем так это был абсурд очень-то и естественно конечно то что прошло бордолеев принципе это был некий такой компромисс и лично считаю насчет в целом я с ним познакомился человек безусловно интересный сильный грамотный в общем-то ну какое-то время у него конечно уйдет на адаптацию но я лично считаю что шанс у него есть конечно себе проявить ну вот сейчас прошли назначение естественно как евгений говорит что очень много недовольных людей ну и среди тех кто участвовал в конкурсе она дальше что то есть все равно ответственность за них воля-неволе несет глава республики значит голова должен на сегодняшний момент набрав команду обозначить какой-то вектор пока мы не говорим не слышали о том что говорил глава куда будем двигаться мы только слышали о супер-республике непонятные супер-республики и вот как может быть в новогодний праздник когда будет очередная речь главы республики можно тогда обозначить определенный вектор с новыми министрами может что-то задумал как считаете ну такое вполне возможно я лично считаю что безусловно конечно вот сейчас чтобы делать какие-то дальнейшие шаги значит особенно учитывая ту сложную ситуацию в которой находится экономика вообще в целом вся республика конечно необходимо как-то хоть зрячий это знаете вот в условиях любой кризисной ситуации необходимо действовать зрячий то есть если к примеру ты очень-то бежишь из пожара лесного например да то надо четко понимать куда ты должен бежать значит если ты ошибешься направлением то ты неизбежно погибнешь в экономике и в обществе здесь ситуации в принципе аналогично то есть мы должны совершенно четко знать куда мы плывем значит какие шаги мы должны делать и это все должно быть очень тесно взаимосвязано между собой поэтому стратегии безусловно должна быть мы летом как я уже сказал некую такую концепцию накидали в общем-то в целом основа определенной есть но мы не успели ее что называется разложить детально потому что там у нас времени было вообще буквально 10 дней то есть 10 суток значит за это время ну как вы понимаете все это дело расписать бы крайне сложно но это был нереально самом деле значит я лично считаю что сейчас необходимо конечно вот все-таки отталкиваясь от этого документа необходимо идти дальше потому что другие варианты другие подходы они безусловно конечно просто будут констатировать падение нашей республики вниз потому что вот действующие программы например министерство экономики это просто грубо говоря спад республики с темпом 2-3 процента в год ну это может эффективно может мы такой ситуации находимся мы все время говорим об отдаленности республики завышенных тарифах они возможности конкурировать своим товаром что мы еще должны сделать ну а тогда какой смысл говорить о супер республике и вообще какой смысл эти меня о чем-то говорить но вы-то видеть какой-то выход в экономике вы когда составляли программу свою то есть вы видели хотя бы не падение ну чтобы стагнаться было ну или держаться может безусловно безусловно мы видели не просто скажем некие какие-то скажем точки роста я лично и мои коллеги то есть это эксперты за плечами которых десятки даже сотни проектов успешных значит мы нарисовали вполне как говорится четкую такую дорожную карту значит но эту дорожную карту нужно наполнить детализировать конкретизировать конкретными проектами бизнес-планами значит территориальными отраслевыми программами значит и на наши конкретного наши карты это общее понять наша республика она на самом деле вот послушайте она не такая большая население небольшое для того чтобы скажем так существенно уже даже как бы зримо изменить ситуацию в экономике и в плане доходов как в целом все республики так и отдельные граждане принципе там не так много надо сделать понимаете это не китай значит а то есть у нас буквально запуск там условно говоря двух-трех серьезных структурообразующих градообразующих проекта до типа скажем авиационного завода да они в состоянии уже существенно изменить но по ситуации вопрос понятно что республика у нас огромная территория данная на не проживает всего миллион человек казалось бы что почему не прокормить до огромной территории обладающей такими ресурсами мы находимся составе российской федерации определенные у нас как бы не было у нас даст экономики но есть определенный план как раньше госплан был до который сейчас занимает государственном думу это в москве сейчас тоже из планирования определенную то есть нам не разрешат поставить завод который существует в другом месте в таких два три завода сказать ребята вы что у нас работы здесь завтра мы найдем здесь металл начнем добывать металла делать металлургическими на там скажут вы что есть магнитогорский металлургический кабинет есть новокузнецкий металлургический кабинет у них и свои планы на десятилетие вперед и нам не позволит и будет все лежать вот так вот вы хотели бы нас согласен его то есть вот мы находимся в рамках российской федерации действующее законодательство действующей системы управления и планирования это совершенно верно но при всех этих условиях мы видим что ситуация в тех же вот но взять например разные регионы значит ситуация диаметрально различается некоторые регионы летят вниз также как мы в настоящее время некоторые регионы несмотря на все тяжелейшие условия финансово кредитные налоговые так далее значит они растут вверх и демонстрируют темпы роста 67 процентов годовых ежегодно в частности та же самая иркутская область например наши соседи да значит и я лично считаю что там никакого такого подвига нет экономического понимаете то есть более того скажем так мне самому приходилось согласовывать целый ряд крупных проектов в частности например модернизация нашего аэропорта международного значит смен экономики россии так далее то есть понимаете мы буквально там за считанные там три-четыре недели согласовали этот проект который собственно этом стоил там 10 там 12 миллиардов кажется рублей да значит и в общем то в принципе я хочу сказать со стороны федеральной структуру была полная поддержка то есть это один из наиболее крупных значимых проектов значит которая существенно изменил ситуацию у нас в экономике республики таких проектов можно на самом деле проталкивать ну вот для примера скажем вот какой вот два проекта которые можно построить задействовать максимальное количество людей безработных и при этом мы могли бы жить нормально но вот не появляются но вот конкретно то есть завод по производству пластмасса я так условно говорили можно ваши вопросы расширю немножко переведу на экономическим наверное вы имели ввиду юрий что я хочу чтобы есть проще народное разделение труда есть межрегиональное разделение понятно зрителям нашему грязи у республики бурятия на мой взгляд проблема она не может свои ниши то найти внутри даже россии чем ей заниматься ее мужик реперные вот сейчас евгений наоборот опять мы опять вводим в общие слова я вот сейчас как зритель который радиослушный слушать он хочет услышать конкретный вопрос ответ может какой завод можно построить в условиях нынешней республики вы нам привели пример иркутскую область да там экономика которая сейчас есть она построена советское время она интегрирована была еще тогда и она работает сейчас они ничего нового не при нашей в нашей программы мы привели примеры значит нескольких ключевых проектов по наиболее приоритетным направлением в частности например это крупный горнолыжный курорт в местности мама это раз потом значит восстановление стеклозавода строительства кирпичных заводов значит восстановление общим мощности по производству строительных материалов то есть у нас республика бурятий была лидером сибири дальнего востока вообще в целом не только по производству стекла но за просто очень многих материалов сейчас мы Мы здесь сталкиваемся с проблемами, в частности, в поставках стекла, которые у нас идут из Китая и из Урала, с теми же строительными материалами и так далее. То есть, это все в настоящее время, понимаете, мы скатились по технологиям строительным вообще лет на 60-70 назад. Да, причем ниши-то хорошие, потому что стекло, по-моему, по близости никто не производит. Да, безусловно. Можете бы здесь заниматься этим. Также комплектующие для, в частности, той же авиационной промышленности, то есть, скажем так, с уходом Украины, поставщиков, моторсечи и так далее, у нас в условиях российской экономики наблюдается колоссальный дефицит по тем же самым авиационным двигателям для вертолетов, вообще комплектующим полуфабрикатам для производства сложной авиационной техники и так далее. У нас, в принципе, вот эти мощности все есть. То есть, у нас в свое время были, значит, и завод автоматизированных систем, радиозавод, моторостроительный завод, вертолетный завод и так далее. Хотя бы восстановление одного-двух заводов, в принципе, оно могло послужить хорошим толчком. Здесь просто надо понимать, что, к примеру, наши соседи, значит, завод Иркут, они, по сути дела, с нуля, значит, создали производство, очень сложное производство современного гражданского самолета. У них такого не было. И, в принципе, особых таких у них не было, каких-то там и производственных даже для этого возможностей. Но они это сделали, понимаете. У нас в этом плане, наш, к примеру, авиационный завод, он изначально был спроектирован таким образом, чтобы производить и самолеты, и вертолеты. И там уже вся эта вертикальная интеграция, она уже была заложена. У нас есть производственные площадки, у нас есть цеха, все подключено. То есть, вся эта инфраструктура и так далее, это по стоимости, это примерно 50% стоимости любого инвестиционного проекта. Все это у нас уже готово есть. У нас до сих пор сохранились кадры, люди, которые могут это делать. Но сейчас ситуация такова, что просто, понимаете, надо поднимать качество подготовки проектов. Мы видим то, что у нас, ну, к примеру, те же очистные сооружения сделали, там, Максимики, там, в других местах. Они же вообще никак не привязаны. То есть, это там такие бешеные разрывы, такое ощущение, что это делали какие-то студенты-двоечники, понимаете. То есть, это миллиарды рублей, выброшенные на ветер буквально, да. То же самое там эти самые мусороперерабатывающие заводы и так далее. И то же самое в промышленности, там, поверьте, там, и в других сферах, в сельском хозяйстве. Нам необходимо качественно повышать работу с проектами. Именно как раз этим должно заниматься Министерство экономики. И, собственно говоря, я вот, в общем-то, с этим-то и шел туда. Мы сельское хозяйство в нашем разговоре никак не затронули. Давайте продолжим после небольшой рекламной паузы. Мы там вернемся к сельскому хозяйству и ко всему остальному. Вы смотрите общественно-политическую передачу ГПУ. Напоминаю, что вы нас можете смотреть на телеканале TV.com и слышать на радио «Комсомольская правда» Олан-Удэ на частоте 94FM. В студии сегодня экономист Алдар Бадмаев. И мы сейчас говорим дальше, продолжаем наш разговор. Я хотел бы задать вопрос о сельском хозяйстве. Алдар Горчевич, как вы основные направления развития сельского хозяйства, возрождения сельского хозяйства? Какие-то можете предложить? В настоящее время сельское хозяйство у нас практически себя не окупает. Но при этом сельское хозяйство у нас вообще-то всегда было прибыльным. Оно давало не просто, скажем, мясо, молоко, шерсть. Нам писал, сам Бог верил, мы так жили всегда. Естественно, конечно, многие говорят о том, что у нас должно развиваться животноводство. И я с этим, безусловно, полностью согласен. Но у нас также должно заниматься и растеневодство, и овощеводство. Это комплекс. Да. Здесь просто необходимо очень грамотно к этому подходить. В том плане, что у нас республика, она очень разнообразна с точки зрения природных климатических условий. И где-то можно заниматься животноводством, где-то можно заниматься растеневодством и так далее. Значит, просто не надо все грести под одну гребенку. И надо поддерживать успешные примеры, надо поддерживать наиболее производительные, наиболее рентабельные и отвечающие условиям исторической специализации сельского хозяйства Республики производства. Вот тогда реально, в конце концов, будет успешно. А вообще, вот из трех сфер. Туризм, промышленность, сельское хозяйство. Ваша градация. Что надо развивать? В первую очередь, во вторую и в третью? В первую очередь, безусловно, промышленность. Далее, это сельское хозяйство. И третий, туризм. Почему? Потому что здесь промышленность, это наш драйвер. Это то, что, безусловно, дает при относительно меньших затратах, значит, и в наиболее короткие сроки максимально отдачу. Сельское хозяйство, потому что это еще и социальная сфера. Это наши районы, которые необходимо поддерживать. Потому что мы видим, значит, в результате потери рабочих мест, люди куда едут? В Улан-Удэ, соответственно, у нас возникают все перекосы уже города и так далее. Ну, туризм, это, безусловно, конечно, его необходимо поддерживать. Но туризм, это, понимаете, с точки зрения экономики, это наиболее такая длинная, что называется, такая тема, которую надо раскручивать постепенно. И без мощной промышленности, сельского хозяйства и инфраструктуры раскрутить туризм невозможно. Туризм без промышленности, сельского хозяйства существовать не может, а промышленности, сельское хозяйство без туризма могут существовать. Так, ну, давайте перейдем к федеральной теме. У нас на этой неделе, как гром среди ясного неба, прозвучала тема отстранения нашей сборной от Олимпиады, от участия, в предстоящем, в 2018 году, будет в Южной Корее Олимпиада зимняя. Международный Олимпийский комитет принял решение такое чудовищное, я бы сказал, что наша сборная то ли вообще не имеет права участвовать, пока еще непонятно. Ну, то ли она будет, если иметь право, но там под неграммой флага... Вы называете чудовищным, значит, вы должны знать конкретно, что. То есть, они говорят, нет, то есть, будут не под флагом России, но могут участвовать под Олимпийским флагом те спортсмены, которые не были замечены в допинге. То есть, с одной стороны, они наказали страну, страна не участвует под своим флагом, гербом и гимном, но спортсмены имеют право участвовать под Олимпийским флагом. То есть, это не совсем был такой диктатный формат. Да, она была как бы демократичная, свойственная их западной демократии. В Бурятии надежды мы возлагаем на лыжницу, Алису Жамбалову. Она сейчас находится на сборах в Швейцарии, тренируется. Вот, Анатолий Гальчевич, как вы оценили бы всю эту ситуацию? Считаете ли вы, что была политическая подоплека под решение Международного Олимпийского комитета? Ну, и что бы вы посоветовали нашей землячке? Участвовать, не участвовать? Под нейтральным флагом там? Я, кстати, вспоминаю советские времена, когда, скажем, была война во Вьетнаме, например, или в Корее. Наши войска, вообще-то, откровенно воевали с американскими. Но, тем не менее, никогда... Это были тоже вежливые люди. Тоже вежливые люди, но никогда наших спортсменов вот так вот не унижали, да, и страну нашу. То есть, авторитет вот так вот не опускали, что называется, ниже плинтусы. Конечно, у меня лично, как гражданина России, откровенно говоря, конечно, это вызывает самые такие негативные эмоции. Значит, но что касается вот именно самих спортсменов, то в данной ситуации я вот лично знаю многих ребят. И просто хочу сказать, что для них это, наверное... Вот люди готовятся всю жизнь для участия в одной олимпиаде. Понимаете, это вот для них это пик формы. Значит, если они не попадают... Максимум, может, две. Максимум две, да. Потому что начнешь попасть в физическую форму. Значит, и для них это, конечно, безусловная трагедия. И я лично все-таки считаю, что, наверное, с точки зрения того, что вот именно как бы не терять вот эту, что называется, всю эту... Понимаете, даже речь идет не о подготовке, а о том, что все-таки мир должен знать, что наши спортсмены, они могут выступать, могут добиваться побед. Значит, и победы наших спортсменов, пусть даже не в национальной форме, но они все равно... Люди-то все равно будут понимать, что это наши российские спортсмены. Вот это моя личная позиция. На самом деле участие, это, безусловно, нужно, потому что все равно Олимпиада, спорт, часть политики становится это раз. Потому что мы же помним, в 36-м году, когда Олимпиада была в Берлине, это в фашистской Германии проходила Олимпиада. Он также заранее, там, за несколько лет до прихода Гитлера к власти Олимпиаду назначили. Куда деваться? Значит, проводили. И вот на этой Олимпиаде как раз Советский Союз не участвовал. Но вообще игнорировали. Сталин игнорировал до 52-го года. И поэтому показать силу спортсменов, а если бы, может быть, наши спортсмены выступили в Германии, Гитлер бы сто раз призадумался бы о силе наших людей. Но он думал, какой-то Советский Союз. И помните, там, как выступал афроамериканец, бегун, который немцы побеждал. Все время Гитлер возмущал. Да, Льюис. И потом, после войны, он приезжал к семье этого бегуна, которого он выиграл, по-моему, погибло во время войны, воевал за фашистскую Германию. И вот тогда действительно... Тогда Адольф Гитлер еще, я эту историю тоже слышал, он должен был подходить и награждать всех. А он сказал, я что буду, какого-то животного награждать. Да, вот тоже политика, поэтому здесь без этого не гландецам. На самом деле, у нас есть, несмотря на то, что на днях Путин сказал о том, что будем участвовать, информация такая прошла, но некоторые спортивные чиновники очень серьезно настроены. Вот, например, у нас же есть хоккей, если, допустим, наши спортсмены не поедут, а так как в календаре континентальной хоккейной лиги есть окно, которое было назначено на Олимпиаду, они могут от окна сдвинуть, сдвинуть окно, значит не будет, значит будут игры континентальной хоккейной лиги коммерческой, значит все игроки, которые участвуют в этой лиге, включая финнов, шведов, чехов, они обязаны по контракту играть в континентальной хоккейной лиге. То есть не поедут на Олимпиаду в Корею, соответственно Национальной хоккейной лиге мы все знаем, что она отказалась от участия, до 600 высококлассных игроков в пресках или там еще 500, то есть 1000 с лишним игроков просто не поедут. олимпиады, хоккей будет там на самом деле дворовой. Ну, вот это как теория Загарова, ответим своими санкциями. Я здесь просто хочу добавить, что у нас бойкоты же уже были. 80-й, 84-й. Да, 80-й, 84-й, в общем-то, взаимные. И спорт от этого, безусловно, конечно, не выиграл, а очень сильно проиграл. И вообще, в целом, я лично считаю, что все настоящие спортсмены в мире, ну и скажем, вся мировая общественность, я думаю, они все прекрасно понимают политическую подоплеку данного вопроса и в том числе, конечно, то, что настолько предвзятое отношение по тому же допингу, именно к нашим спортсменам. Ну, я лично. Словно, политическое. Почему? Потому что, если те же самые спортсмены российские могут поехать, но под нейтральным флагом, без гимна, без флага, значит, они могли бы поехать под российским просто чистые, да? Но при этом в стране это было бы незаметно. Вот когда у нас в стране говорили о допинге, о том, что лишает медалей за Сочинскую Олимпиаду, там сколько там, несколько, по-моему, 10 или 15 медалей лишили нас, да? Мы откатились по списку на четвертое место по общему медальному зачету по Сочи, да? Если бы это, ну, прошло бы, да, мы бы не заметили. Это очень сильный удар, на самом деле, по населению. Теперь каждый в нашей стране знает о том, что нас дисквалифицировали. Это действительно удар по государству. Это унижение. Это да. Это унижение от бессилия. Вот вернемся к 80-му году. Брежнев ввел, ну, не Брежнев, но советская вооруженная сила ввели ограниченный контингент в Афганистан. Америка и Запад от бессилия своего, от злобы. Значит, вот так решили отомстить. Сейчас то же самое. Усиление в военном отношении происходит России. У нас мощнейшая армия. Вот они сейчас мстят. Только так я вижу это. Ну, это низость же. Ну, зачем так? Зачем их? Пускай люди занимаются спортом, честно соревнуются. Ну, зачем низость вот этой заниматься? Знаете, я хочу сказать, вот, как бы, есть эффект такой сжатия пружины. Значит, вот... Во всем причем, да. Российский народ, да, значит, русский народ, это вот, как бы, если посмотреть историю, значит, он... Всегда вот были такие циклы исторических, когда вот эта пружина сжималась, когда там доходило все до предела, когда оказалось все уже, там, полнейшая деградация, деструктурирование вообще всей страны. Потом находились какие-то вот прогрессивные силы, пружина разжималась, значит, и всякие антанты, интервенты все там разлетались кто куда. Да, все время задаешься вопросом, да, в протяжении 20 века, сколько, да, вот Россия страдала. Первой мировой войне погибло, сколько людей, уехала эмиграция, плюс там репрессии тридцатых годов, плюс 27 миллионов погибло. До какой степени нужно уничтожать народ, уничтожать народ, чтобы она перестала производить гений в талантных людей. Но, тем не менее, вы говорите правильно, пружина сжимается, все равно разжимается, опять рождаются новые люди. – Вообще исторически это примерно происходит один раз в столетии, и это происходит, как правило, где-то в первую четверть, в первую четверть каждого столетия. То есть, вот, значит, если так посмотреть, то какая-то большая заварушка, значит, и после этого, значит, начинается, как говорится, вот это вот поднимание с колен, как говорится, да, значит, и поднятие потенциала, в общем-то. Видимо, вот с этими всеми, в том числе и с Олимпиадами и так далее, все-таки нас, значит, дожмут когда-то до такого предела, значит, когда уже под конец уже деваться просто будет некуда, и пружина просто выстрелит. Люди просто этого, наверное, может быть, плохо историю знает элементарно. – Не хотелось бы, конечно, потому что человечество придумало оружие, которое само боится применять против своего же врага. – Не, ну я… – Не, ну… – Я считаю, что применение ядерного оружия – это, как говорится, это не выпрямление, не распрямление пружины, это уже другое совсем. – Ну, благо, что ты сейчас пока как сдерживающий. – Это шахматные фигурки с доски. – Ну, поэтому я бы пожелал нашей Алисе Жамбалову никакие горячие головы не слушать, которые, может быть, будут советовать ей там, раз сборная России не участвует, ты туда не едь. Вот я так, я лично советую ей участвовать. – Я тоже. – Потому что даже многие потом спрашивали, как сложилась судьба у тех, кто поддался призы, ну, приказу государства в 84-м году в Америку не ехать, бойкотировать в ответ, что они нас бойкотировали. Они же несчастные люди, многие из них. – Психологически сломались. – Они были на пике соревновательной форме, имели шансы все выиграть, и им сказали не едь. Они не поехали, значит, жизнь свою, может сказать, угробили, а потом и страна развалилась. Получается, чего ради-то. – Да, даже альтернатива, которую придумали там «Игры доброй воли», они не заметили. – Ну, это, ну, все понимают, что «Игры доброй воли» или что-то аналогичное, это все равно суррогат по сравнению с «Олимпиадой». – Ну, надо действительно, если сейчас, насколько видно, что государство в принципе ничего не запрещает ехать, да, выступаете, надо просто действительно разослиться. Это, может быть, добавить немножко к спортивной злости. – Кстати, да. – Да, ей выходить. Мы же помним в 92-м году, когда в СССР развалился. – Наши ребята должны порвать, наоборот. – В том числе, Алиса Жамбалова. – Да. – Собери злость в кулак, возвращайся с золотом. – Когда в СССР в 92-м году развалился, в первом конце. Мы же все под олимпийским же флагом пошли в Альбервилле, и потом сели летняя Олимпиада. Видно было, как они шли, флаг олимпийский, а каждый в руке держал российский флаг. Ну, там у нас была объединенная команда СНГ, там литовский, латвийский, все шли с флажками своими. Так что, наверное, это никто не запретит. Я считаю, что… – Я с собой принести туда на стадион нашей объединенной команде, и потом достать флаг, который будет гораздо больше, чем тот, который они внесли. – Я считаю, что каждая победа, каждая медаль, не обязательно золотая, серебряная, бронзовая наших спортсменов, которые там пусть под нейтральным флагом придут, значит, она будет, понимаете, мощнейшим ударом и самым лучшим ответом вот этим санкциям. – Совершенно верно. Ну, давайте вернемся к нашим местным делам, к Олан-Удэнским. На этой неделе аномалии природная. Буквально за неделю выпала более чем двухмесячная норма осадков снега. Снег в город завалило, машины, транспортный коллапс какой-то происходит, дворники и коммунальные службы не успевают убираться. – Даже мэр Олан-Удэ призвал помочь горожан. У вас возникли проблемы, Адварь Вячеслав? – Ну, безусловно, конечно. Хотя я езжу на внедорожнике, но тем не менее, значит, я же езжу не по пустым улицам. То есть, там куча машин, которые испытывают массу трудностей, пробки там и так далее. Все это, безусловно, отражается. Ну, здесь что я хочу сказать, то, что все-таки я должен отметить, утром выезжаешь, вечером валит-валит, утром выезжаешь, а все-таки основные дороги, они все равно чистят. Это раз, второе. Слава Богу, что мы находимся в Байкальской водоохранной зоне, и у нас не сыпет соль. Потому что вот в соседнем Иркутске, да, вы знаете, прекрасно, там… – Что и почему нам сыпет? Они же ближе к Байкалу находятся. Они 60, по-моему, 70 километров. – Ну, там получается, что, как бы, значит, вода идет от Байкала. – В другую сторону. – Да, в другую сторону. Соответственно, они из чистой совести это. Я просто 10 лет своей жизни там прожил в Ленинграде, просто зная, что соль – это все, это, значит, обувь там, это машины там. – Ну, в советское время калушин носили. – Да, значит… – Может быть, там вернуться сейчас видеть с такими снегопадами калушин. – Днище, днище машины, значит, сгнивает за год. – Ну, и обувь гниет тоже, да, получается? – Обувь гниет тоже, да. – Просто разлетается. – Да, значит, ну, а у нас, что еще хочу сказать. Нам-то, конечно, тяжело, значит, и коммунальную службу, но детям столько снеговиков везде. Интернет переполнен фотографиями снеговиков всяких там, да. И погода теплая. Кстати, минус пять – это действительно какая-то природная аномалия. То есть, что-то, видимо, с природой произошло. – У нас в ноябре, веснеябрь долго снег бы бы снимал. – Помните? – Но это глобальное потепление эффектно. – Здесь я, как экономист, правда, еще хочу добавить, что вот такой снег плотный и, значит, большой, он, являясь предвестником дзуда. То есть, это гибель скота, который не может добраться из-за такого толстого снега. Потом же он затвердеет и корка образуется, значит, до травы. До травы. Поэтому сейчас фермеры, просто их, вот, как бы, всех надо, что называется, им там всемирно помогать для того, чтобы они не допустили большого падежа скота. – Ну, это чисто. – А как вы относитесь вот к каким-то коголтелой, даже сказать, деструктивной критике в адресы городских властей, что вот не справляются, то все, они не понимают, что действительно… – Физически справятся. – Норма осадков аномальная, что штаты, коммунальные службы не рассчитаны на это. Ну, вот, начинаются какие-то, вот сегодня я прочитал, какая-то, я не буду называть это общественное движение, на собачьих упряжках поглумиться, там, показать. Так ты, здоровые мужики, может быть, надо было не на собачью упряжку по городу кататься, а взять лопату, помочь тогда уж. Они не пиарятся на этом. – Это, знаете, вот, мне напоминает такую ситуацию, ну, к примеру, машина сломалась, человек чинит, да, а его стоят там, толпа и ругает, понимаете. Вместо того, чтобы ругать, надо было помочь, надо было помочь. Вот у меня на глазах, значит, и я там, значит, мы выходили, улицу чистили, там, возле нашего, значит, дома там, значит, это прилегающие спуски, там, песок кидали, да, значит, соседи наши. Почему? Потому что, ну, мы же здесь живем же, то есть это наша территория, это не обязательно территория нашего участка, но это наш город, значит, и в конечном счете мы же по нему ездим, если мы там попадем в аварию, это же проблема, это не только город, это же наши, в том числе и личные проблемы. Поэтому здесь, вот, я призываю всех горожан к этому относиться вот именно таким образом. – У некоторых граждан, горожан возникает такое, видно, что они что-то делают, ну, у некоторых. Давайте мы сейчас немножко прервемся до… на небольшую паузу. Мы продолжаем нашу общественно-политическую программу ГПУ. Нашу программу вы можете смотреть в эфире телекомпании ТВКОМ, а также слушать радиоверсию на волне «Комсомольская правда» в Улан-Удэн на волне 94FM. У нас в гостях Алдар Гачевич Бадмаев, экономист, руководитель компании «Макон». Мы продолжаем нашу программу. Прежде чем задать очередной вопрос, я бы хотел напомнить уважаемым телезрителям и радиослушателям, что вы можете писать нам в наш адрес 6740, город Улан-Удэ, улица Барсоева, 13, ТВКОМ, передача ГПУ. Я даже хочу сказать, что люди нам даже приносят вот на таких маленьких листочках свои письма в редакцию, оставляют на вахте. Мы все их читаем и по мере возможности мы значит пытаемся помочь, мы пытаемся разобраться в каких-то вопросах, каких-то проблем. Может быть не сразу получается, но мы все равно обращаем на это внимание. Либо можете найти нас современным способом в социальных сетях, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Находите Юрия Батуева и Евгения Буянина. Напоминаю, что вы смотрите передачу ГПУ. В студии у нас сегодня экономист Алдар Бадмаев. Ну давайте перейдем от негатива к позитивной теме. На днях, на этой неделе произошло в Москве торжественная церемония награждения добровольцев года. Есть такая премия. Там награждал лично президент России Владимир Путин. И победителем стал наш земляк Максим Токарев. Он возглавляет движение «Сохраним Байкал». Вот это приятный момент, что человек прославил, ну очередной раз прославил наш город, нашу республику. Вы, Алдар Гальчевич, когда-нибудь добровольчеством занимались, волонтерством, может кто-то, ну как вообще к этому явлению относитесь? Вообще вы знаете про этого волонтера? На самом деле, вот я, к моему сожалению, только вчера узнал, что потом так будет. Я честно тоже скажу, да, этого Максима Токарева я, конечно, лично не знаю. Значит, но я знаю многих волонтеров, того же там Андрея Бородина, там Саввова Санжиева и других. Ну это волонтеры с этим, со стажем там. Да, значит, та же Света Будашкаева, там другие. Значит, мы тоже занимались волонтерством, но правда мы там не пожаротушили, а помогали детям, там в основном такие социальные программы, в общем-то. Я считаю, что волонтерство вообще в целом это очень мощный ресурс для решения каких-то кризисных вообще и сложных ситуаций. То есть это вот механизм, когда, значит, решение социальных вопросов идет не через государственный бюджет, не через чьи-то новничество, не вообще через государственную машину, а напрямую. Люди сами, то есть, грубо говоря, увидели кучку мусора, собрались вместе, там это или, например, вот этот вот снежный накат, там собрались соседи, там, значит, песок натаскали, все сделать. Ну, то есть это профессиональные волонтеры, то есть люди, которые имеют какую-то основную работу, как наступает стихийное бедствие, они переодеваются в камуфлированную одежду, берут рюкзак, берут с собой инструменты и начинают... Ну, вот у нас, у нас вот корпуса таких профессиональных волонтеров пока еще фактически нет. То есть у нас, как бы, первые, что называется, вот эти пошли, там, вот эти вот вещи, но такого уже, как бы, чтобы у нас сказать, что в республике есть там 2000 волонтеров, которые в любой момент, кажется, могут, что называется, тут же переодеться вот так, да, значит, у них есть тревожный чемоданчик или, скажем, рюкзак, и они сразу готовы там выехать, например, там, тушить пожары, например, или там спасать каких-то животных, да. Значит, такого пока нет, значит, но в целом я лично считаю, что мы к этому идем, я думаю, это будет. Почему? Потому что в целом, вообще, я считаю, что вот, особенно вот сибиряки, я потому что много лет прожил на Западе и могу сравнить. Сибиряки, они всегда более отзывчивые. Почему? Потому что условия наше проживание намного более жесткие. Если здесь друг другу не будешь помогать, то, извиняюсь, как говорится, это... Не выживешь. Не выживешь просто-напросто, элементарно. Кто, как правило, волонтеры? По профессии, по обычной? Очень разные люди, на самом деле, очень разные. То есть, мне приходилось видеть там и учителей, там и, значит, представителей силовых структур, и бизнесмены, значит, интеллигенции, рабочие там. Здесь, на самом деле, все зависит от мозгов, то есть, от сознания, от того отношения гражданского человека к тем проблемам, которые он видит. От порыва души, грубо говоря. Если есть такие люди, значит, должно быть централизованное движение, то есть, какой-то штаб в городе, например, да, который будет собирать волонтеров. Но сейчас в этом направлении движение идет тот же самый, например, Андрей Бородин, там они возглавляют, значит, определенный там Салбон Санжиев, там это волонтерский корпус, или как там у них называется. Байкал, по-моему, называется. Да, Байкал. Тушить пожара там. Да, и вот они как раз этим, токарев, как я понимаю, они тоже занимались какими-то своими вещами. Вот тут это все необходимо, конечно, структурировать, наверное, да, и как-то необходимо все-таки усиливать их материальную базу. Да, все равно требуется финансирование. Безусловно, безусловно, потому что, ну, я могу сказать, да, я вот несколько раз участвовал, там, ну ладно, у меня какие-то доходы есть, а люди, у которых, извините, нет денег для того, чтобы там жить, там, две недели, где-то там. А желание есть. Да, и мы же должны использовать это желание. Да, он же бесплатно же едет, он же ничего не просит, одежда своя там и так далее. Мы бы хотя бы покормить его, хотя бы приведите, если у него желание есть, надо просто помочь им. Совершенно верно, потому что, ну, скажем, сравним, скажем, приезд каких-то пожарников из кого-нибудь Пермской, там, из Пермской области, Пермского края, там, да, к примеру, сюда, там, да, им же платить надо, все прочее. А тут местные добровольцы самих, и которые знают местности лучше, чем приезжие, там, какие-то ребята. Ну, то есть добровольство, волонтерство – это хорошая вещь, но государство не должно самоустраниться от этого процесса, должно все-таки как-то стимулировать людей. Для государства волонтерство, оно выгодно, потому что это в значительной степени снижает затраты. То есть, что такое волонтерство? Вот, если все нормально, то, грубо говоря, может справляться, в общем-то, и текущая команда, ну, в общем-то, постоянных каких-то там работников. Но если возникает какой-то там наплыв, какая-то серьезная проблема сгусток, да, значит, как вот сейчас, например, снегопад, который всю неделю валит, да, значит, то в этих условиях без помощи волонтеров, или пожары, без помощи волонтеров обойтись уже сложно. Или какие-то социальные проблемы, где их очень много, они децентрализованы, точечные, их просто необходимо охватить. В этой ситуации, значит, волонтеры, они нужны, потому что они позволяют существенно сэкономить денежные средства, бюджетные ресурсы, да, но им необходима соответствующая какая-то материальная база, информационная поддержка. Но, опять же, вот волонтер на пожаре, да кто за него будет отвечать, если что-то с ним произойдет? Государство будет на себя брать ответственность? То есть, он должен прийти на пожар, его же никто не пустит, то есть, он должен влиться в какую-то команду МЧС и так далее, это значит МЧС за него берет ответственность, время на подготовку. Вот поэтому этим-то вопросом-то и нужно заниматься, нельзя пускать это на самотек, потому что пройдет какой-нибудь, извините меня, там городскую, там какую-то не знающую ситуацию, человек, значит, зайдет в лес и сгорит. То есть, нужно проследить, чтобы этот человек все-таки был физически, соответственно, готов, чтобы он понимал, что надо делать, да, инструктор, страховку у него, да, значит, необходимо, чтобы уже была, да, значит, и чтобы он вообще, как бы, ну, материально был подготовлен, чтобы соответствующий было, значит, рация, рация одежды там и прочее, потому что, я просто знаю, там люди приходили на пожар, значит, в обуви, которая плавилась, кроссовка, да, которая плавилась, просто потому что земля горячая. Ну, я-то считаю, что волонтерство все-таки связано в те сферы, где есть риск здоровья и жизни, все-таки, наверное, лучше туда не ссуваться. Там нужно работать профессионалы, соответствующие амуниции, экипировки, имеющие спецтредства, поэтому, вот, действительно, вот ситуация, снег, ну, где вот наши все волонтеры-то, ну, давайте, ну, помогите, власти. Кстати, между прочим, вот с теми же самими собаками тоже, в принципе, это, на самом деле, ситуация такая достаточно серьезная, и тут можно было тоже подумать, как вот привлечь волонтеров. Да, волонтер должен быть универсальным, он должен пожар и тушить, снег убирать и быть карательными. Не, не, волонтеры должны могут быть специализированы. Например, одни волонтеры, значит, ухаживают за стариками, там, и, например, бездомными, там, и детьми, там, другие волонтеры, значит, собак отлавливают. Ну, волонтеров же можно назвать добровольные народные дружины, которые до сих пор, оказывается, есть у нас в линии МВД, они ходят тоже общественники такие. Согласен. А вот со стороны государства, что государство может предложить волонтерам? Вот, допустим, человек участвует, да, ну, ладно, вот на днях, да, Владимир Путин вручил там некоторым участник волонтерского движения, но это не системное, да, получается, это разовое. Государство что должно сделать? Значит, обучение, то есть, проведение инструктуражей с соответствующими профессиональными людьми, там, кто в этой теме разбирается, раз. Второе. Информационная поддержка, то есть, составление всяких списков, там, и так далее. Контроль за тем, чтобы там не было каких-то идиотов, условно говоря, да, значит, чтобы у них там не было психов, там, и чтобы люди были, соответственно, готовы. Отбор, то есть, соответственно, да. Значит, определенная материальная поддержка в плане экипировки, в плане того, что, значит, обеспечение их транспортом, материальные базы, где, грубо говоря, жить там, где там чего-то и так далее. Потому что, значит, ну, вот у меня, к примеру, например, племянник, значит, ездил там на пожар, и он просто ко мне пришел, говорит, дядя Алдар, дайте мне, пожалуйста, мне ему полностью пришлось экипировать вплоть до палатки и так далее. Палатку он, в конечном счете, сжег, значит, да, ну, топор, даже лопату пришлось ему давать, понимаете. Значит, это вещи, которые, ну, на самом деле, все-таки, я считаю, что должны обеспечивать власти. Так это, я думаю, не проблема у власти, такие вещи, как палатки, оборудование, мне кажется, в нашей стране всегда – Самое дорогое – это всегда люди. – Самое дорогое – это всегда люди. – Ну, давайте поговорим как раз о власти. Давайте сейчас мы сделаем небольшой перерывчик и поговорим о власти. В эфире общественно-политическая передача ГПУ. Сегодня у нас в гостях известный экономист Алдар Бадмаев. Вот мы хотим поговорить о власти. И вытекает наша тема из предыдущей темы, да, темы волонтерства. Что у нас там произошло? На этой неделе произошло ожидаемое многими событие. Владимир Владимирович Путин, действующий президент, заявил о том, что он будет участвовать в очередных выборах в марте 2018 года, которые пройдут выборы. Он намерен участвовать. – Причем на этом волонтерском движении, о котором мы сейчас говорили, да? – Нет. Он заявил на заводе «ГАЗ». – Нет. – Почему? Он на волонтерском движении заявил. Когда стадион был там огромный. – Ну, я думаю, не суть важно, где он заявил. Самое главное, что он озвучил наконец-то, как говорится, тот вопрос. – Интригу. – Да. – Разрешил интригу, что пойдет от правящей партии, от правящей группировки, так если можно выразиться, именно он. Значит, в четвертый раз, а фактически в пятый, потому что многие эксперты понимают, что, ну и не то, что многие жители России понимают, что… – С 2008 по 2012 год он оказывал самое последнее влияние. – Что во время президентства Дмитрия Медведева все ключевые рычаги управления находились в руках именно у Путина, а не у Медведева? – Ваше мнение, Алдор Грачевич, вот по поводу очередного срока, который будет с 2018 по 2024 год. Что может стране экономически измениться, с учетом того, что происходило предыдущий срок президентства Владимира Путина, с учетом того, что политические какие-то события в мире связаны со всем, что происходило с Россией? – Или, может быть, вы ничего не ждете хорошего от этой новости? – Кстати, я хочу сказать, что я вот, когда Путин первый раз избирался президентом нашей страны, я находился в Москве, значит, в эфире программы Киселева, значит, на НТВ, значит, там всю ночь сидели, и как раз вот все это в режиме онлайн, там шло вот это обсуждение, значит, самые известные политологи, политтехнологи все это обсуждали, буквально вот все вместе сидели. Здесь я хочу сказать, что, безусловно, конечно, вот этот, следующий срок, это, наверное, будет самый решающий не только для самого Путина, но и, наверное, для всей страны. Если, если Путин сможет, что называется, вот прочувствовать этот момент и сделать, пусть даже не то, что сделали наши предки там сто лет назад, но хотя бы там, не знаю, процентов 20 или 30, да, значит, то он войдет, безусловно, в историю России. Но у нас всегда может всех перехитрить, поэтому вдруг он на этом сроке очередном что-то новое придумает, да. Все-таки вы считаете, это решающий срок или определяющий, понимаете, есть два понятия, особенно в спорте, когда каждая игра плей-офф, да, она может дойти до определенной степени, когда уже поражение невозможно. Это решающее. До этого определяющий, потом уже решающий. Это решающее. То есть на языке экономистов, математиков это называется точка бифуркации. Когда функция разрывается, значит, и то есть вот она плавно течет, потом раз и разрыв. И далее непонятно, все пунктируем. Либо она туда уйдет, либо сюда, там и так далее. Вот мы сейчас входим как раз в эту зону бифуркации, где, собственно говоря, мы можем либо улететь вверх, либо вниз, там и так далее. А не будет период такого страшного поиска, прощипывания, да, где-то там военные, там, или где-то, причем таких радикалей. Переходные, транзитивные периоды, они, безусловно, конечно, бывают. Общество все-таки это не машина. Даже машина все равно должна как-то немножко стабилизировать движение, траекторию свою. Значит, и безусловно, конечно, какие-то будут все равно потрясения. Но хотелось бы, конечно, чтобы потрясений было меньше. И здесь я лично считаю, что все-таки Путин, руководство страны, на самом деле, они находятся. И вот эти санкции, в том числе, там, арест того же самого Сулеймана Керимова, там, прочее, он показывает, что, на самом деле, нашей элите ждать за рубежом нечего. Ни на Западе, ни на Востоке, в общем-то, их никто не ждет. Если они найдут достаточно здравого смысла для своего выживания элементарно, то они все-таки поймут, что надо все-таки находить какой-то общий язык со своим народом и надо пытаться как-то все-таки выруливать вместе. На главах что-то изменится? Да, да. Ладно, давайте будем немножко оптимистичны. Значит, мы заканчиваем нашу очередную программу. А, Благочевич, вот вам очередной подарок. Так как вы у нас не первый раз в гостях, вы получаете еще один комплект подарков. Спасибо. Я хочу сказать, что одна кружка вот такая же, да, она уехала над товарищами, находится за границей и, можно сказать, является живой рекламой. «Комсомольская правда» в Улан-Де. «Комсомольская правда» в Улан-Де. Да. И программы ГПУ. Вот, надеюсь, там за границей сейчас «Комсомольскую правду» слушают. Радиостанцию. Ну, по крайней мере, знают они это точно. Слушать можно в интернете без проблем во всем мире можно слушать. Ну, напоминаем, в эфире была программа ГПУ. Нашу программу можно смотреть на телеканале ТВКОМ, а радиоверсию слушать в эфире радио «Комсомольская правда» Улан-Де на волне 94FM. В гостях у нас был известный экономист Алдар Бадмаев, вели передачу Юрий Батоев и Евгений Буянин. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова